Продолжаю восьмой маршрут по своей коллекции из 90-х в нулевые, где я объединил художников таких двух разных поколений. И пока все дома у Антона, мой сегодняшний гость, топовый коллекционер современности Игорь Маркин, пришел в кадр со своей картиной. Спокойно. Мою картину мы ему тоже повесили. И я рад оказаться вместе с Игорем внутри этой занятной истории. Несколько лет назад на западном аукционе каждый из нас купил себе по одной работе Эдуарда Гроховского. Ничего особенного, если бы не тот факт, что на торгах были выставлены левая и правая части одного триптиха. И смысла выкупать две части в отсутствии центральной никто из нас, не сговариваясь, не увидел. Ведь каждая из наших с Игорем картин – законченное и самостоятельное произведение, раскрывающее суть того прекрасного, но раздробленного кем-то триптиха. И такое расхождение в деталях внутри лучших вещей у нас с Игорем не редкость. Давно не говорил, кстати, об Ирине Кориной. Вспомним лучшую, на мой взгляд, выставку 2023 года «Тайнье» в галереи XL, с которой мы с Игорем, также не сговариваясь, унесли себе в коллекции по большому шкафу с керамикой Кориной. И снова, без борьбы, каждому из нас достался ему желанный шедевр. Эдуарда Гороховского причисляют к московскому концептуализму, к условной группе Срединского бульвара, где он работал бок о бок с Кабаковым, Пивоваровым, Булатовым, Васильевым. Наши с Игорем работы 1986 года. Не правда ли для 90-х рановато? Но в этом году случилось событие, которое многие обозначают как начало распада СССР. Это авария на Чернобыльской атомной электростанции в Украине. И именно этому событию наши картины и посвящены. В них художнику удалось запечатлеть стоп-кадр без времени, удалось запечатлеть катастрофу без изображения самой трагедии, но при этом наполнить произведения по-человечески теплыми и одновременно душераздирающими эмоциями. А теперь давайте повесим картины и обсудим их с Игорем Маркиным. Слушай, Гороховский мне очень трудно и легко говорить. Дело в том, что это был мой учитель. Это был первый значительный художник, которому я попал, в принципе. Это случилось где-то в 2001 году примерно, не помню точно. Я помню там его подвальчик в районе грузинских улиц, помню его лицо, голос не помню. Я вдруг обнаружил, что вот то, что я сейчас описал, это, собственно, и есть предмет его творчества. Он берет разные слои памяти и причудливо смешивает их на картине, используя свой талант. Он, несомненно, очень талантливый человек. Он гениальный рисовальщик, он очень хороший живописец. Он в правильном кругу был московском, и он присоединился к кругу московских концептуалистов. Там были Кабаков, Пивоваров, Чуйков. То есть они буквально жили в одном доме. Я не помню, кто с кем, но вот прямо это очень близкий был круг. Горосовик был чуть-чуть старше их. И он оказал существенное влияние на них. Вы посмотрите на работу Блатова, на самые знаменитые московского периода, которые уже стали концептуальны. Посмотрите на Васильева, на Кабакова, Пивоваров. Даже Чуйкова можно там где-то что-то найти. Хотя уже тут дальше расстояние. Он берет старую фотографию, как правило, дореволюционную, часто смешивает с современностью в полотне картины, добавляет иногда что-то из будущего. И вот этот вот причудливый замес, собственно, выдает за свое творчество. И оно прекрасно, оно очень убедительно. На меня оно оказало огромнейшее впечатление. Всегда, и тогда, и сейчас. И тогда, и сейчас я считаю его очень большим художником, очень значительным. Давайте перейдем конкретно к этим работам. Может быть, помните... А, вы же не помните, вы все младше меня. Ну, е-мое, другое поколение. Окей, в 86-м году или в 85-м рванул Чернобыль, да? Надо понимать, что вот до 86-го года, до 85-го мы жили, вся страна, молодежь, особенно вот я был там в армии в тот момент, да, там мне 18 лет было. Мы жили в ожидании, в преддверии, в страхе ядерной катастрофы. Этот удивительный триптих, из которых мы видим только две части, третья утеряна где-то на простого, мирового современного искусства. Я отлично помню это состояние предварительное, до того, как Чернобыль рванулся, страха ядерной катастрофы, которую система советская навязывала обычной публике. И молодой мозг к этому совершенно не мог сопротивляться. Это был архетипический страх, как, я не знаю, кто-то боится пауков, кто-то там мышей, да? Но вся страна боялась ядерной катастрофы. И миролюбивая пропаганда до зубов вооружала, тратила полбюджета на вооружение этой страны. И тратила огромное усилие на пребывание вот этого страха катастрофы. Потом он ушел, сейчас он частично появляется, но сейчас уже не так страшно. Вот тогда это был настоящий страх. И вот он воплотился в жизнь. Рванул ядерный реактор, где-то вот прям рядом, да? И мы понимаем, что какие-то люди, в картине он рванул, в части триптиха, а на этой части они уже зомби, да? Они обученные, они, скорее всего, вот-вот скоро умрут. И вот мы видим, что пейзаж реалистично прописанный, наверняка он реальный, с какой-то фотографии взят. Остался эти люди тоже с какой-то реальной фотографии. Вот прям того периода, или, может быть, чуть-чуть раньше, фотография, которая была у Гороховского. Они стоят, но они уже зомби, они уже не жильцы, да? А здесь они еще радуются взрыву, потому что что-то интересненькое произошло. Я был тогда в армии, и я отчетливо помню, где-то уже через полгода, через несколько месяцев после этой катастрофы, начальник части, полковник Мурашко, вызвал на... Ну, на плацу было построение всей части. Он вызвал человек десять, сказал, что они ликвидировали последствия чернобыльской катастрофы прямо там, да? И торжественно, на глазах у всей части, он их вызвал всех в сторонку немножко, чтобы они не обучили его, и объявил им благодарность. Вот представьте, да? Вот эта ситуация. И вот Гороховский зафиксировал время через фотографию, через ощущения вот в этих работах. Таким удивительным образом, удивительным и страшным, и при этом красивым. Да, обе картины очень красивые. Это редкий случай такой вот достаточно прямой, социальный и четко ясный посыл. Да, мы тут четко видим. Вот вспышка, вот последствия. Хотя там в Чернобыле там не было вспышки, там просто радиация шла из раскаленного реактора, она шла наверх, и все посыпало вокруг. То есть реально это вот просто ядерный взрыв скорее он имитирует в тот момент. Обычно Гороховский не так привязан к действительности. Чаще он берет фотографии еще с царских времен и как-то преобразует пространство современное нам, современное ему вот в момент написания работы и соединяет это причудливым образом. Это вот сейчас искусственный интеллект делает картинки, вот он иногда глючит. Собственно, этого и добиваются люди, чтобы он глючил, чтобы дал какие-то ключики новые к созданию чего-то нового. Но он глючит по-глупому, а Гороховский глючил по-умному. И вот лучшие его картины, они не считываются, они непонятны до конца, в отличие от этих двух. И они, вот они по-дстоящему великие. Это такой Гутовский цвет, Дмитрия Гутова, да? Но тут чуть-чуть по-другому сделано. У Гутова, причем по качеству похоже, сначала фон, а потом рисунок сверху накладывают. И Гутов всегда пользуется оптическим расслоением. В глазу это становится объемным. Вот самая лучшая картина, они такие начинают оптическую иллюзию создавать. А здесь он с цветом закрашивает, как бы, и уменьшает фотку. Вот они растворяют в этом свете страх, ставший архетипом целого поколения, может, у многих поколений. Я не знаю, у вас он есть? Нету. Может быть, у новых сейчас, кто слушает бесконечные угрозы, ядерной войны, наверное, он тоже появится. Скажи, такие определения, как соцарт, концептуализм, фотореализм, гиперреализм, вот это тебе лично добавляет что-то в понимании Гороховского? Фотореализм — да. Да. Он, очевидно, базируется на фотографии. Он делает из нее либо живопись, либо рисунок, но с присущим ему таким пластическим, ходами, как очень большой рисовальщик и неплохой живописец. Он препарирует, видно, что осталось от фотографии. То есть вот это... Я не уверен, что это фотография. Но здесь реальные люди с реальной фотографией. Может быть, он миксанул. Но здесь вот как будто бы вообще группа сфотографирована тоже совершенно реально. Он прямо с одной фотографии взята, но он их препарирует своим мастерством. И вот это важно знать, что он опирается на фотографию. Он берет фотографию, и это дает ему подлинность работы, как какой-то особенный вес. Она не требует доказательств. Если он берет старую фотографию, скажем, царских времен, то как будто бы его работа уже прожила вот этот период. Он в нее вмещает вот этот весь период, который прошел с царских времен. И это как бы вот доказание не требует доказательств. Это видно прям сразу. Поэтому вот фотореализм это важная штука такая для понимания Гороховского. Как ты считаешь относительно цены ценности? Вот Гороховский все-таки не так дорого стоит относительно Булатова, Васильева и других даже художников того же Срединского бульвара, которых вы вспомнили. Давайте расскажу то, что я знаю вот прям напрямую от Гороховского. Ты никогда не задавался вопросом, почему у него картина 120 сантиметров? Ну, может быть, ты знаешь ответ. Но зрители точно этого не знают. Потому что у него был автомобиль, в который помещалось 120 сантиметров внутрь. Он мог их возить. Он просто покупал и там 80 или 90 процентов его работы вот такого размера под автомобиль. Это может быть одна из причин того, что он не зверски дорог. Булатова все-таки более крупные вещи делал. Он делал их мало, больше думал над каждой, дольше делал и крупные. Это более современный ход. Потом Булатов попал и Кабаков, и Васильев в Америку. Там все-таки лучше растут цены талантливых художников, чем в Германии. Гороховский остался в Германии. Вот эта разница есть. Но даже Фабисович дороже Гороховского сейчас, но Фабисович тоже классный художник. Он делал большие вещи, их мало. Московский период самый ценный и самое начало американского периода, то есть до 92-го года, 94-го. Очень трудно сказать, но вот размер вещей и количество... Гороховский больше сделал, мне кажется. Больше, чем Васильев, больше, чем Булатов. Есть ли потенциал роста да, есть. Когда он случится, непонятно, но когда будет потенциал роста у России, да. Кстати, работы эти две удивительно актуальны, да. Вот этот возврат страха ядерной катастрофы, которого очень давно не было, вот они как бы иллюстрируют и демонстрируют, да, это вернулось и вернулось на следующем витке и, соответственно, Гороховский как великий художник, как очень большой художник. Будет и возвращаться, возвращаться, и через 10, и через 100 лет там. Ну, я надеюсь, да. Ну, по крайней мере, историю, как мы его знаем, у него с 70-х годов самые ранние вещи были, уже много прошло и он как бы никуда не девается, остается. Для меня тоже это одно из любимых качеств хорошего искусства старенького, что оно хорошее. Вновь и вновь резонирует с контекстом новым. Совершенно не очевидно. Беленок как смотрится сейчас, например. Ну, для меня, да? Да. Это тоже ощущение катастрофы. Беленок хороший пример, кстати. Ну, вот особенно в свете вот этих работ. Панический реалист Беленок. Кто его назвал паническим, пацаков, по-моему, назвал паническим реалистом. Гороховский нет. Гороховский был чудесный человек, такой спокойный, рассудительный. Он был как профессор такой, преподаватель, то есть спокойно там меня, он чему меня научил? Первое, я до встречи с ним не покупал графику, потому что я, как обычный менеджер, как и ты, Антон, наверное, вычислил, что живопись перспективнее. она дороже стоит, она больше растет, а графика мусор. По сути, я был прав, по сути, но Гороховский мне объяснил, что графика это быстро, это совершенно другой тип искусства за счет скорости, она делается быстро, то есть художник сразу вываливает, что у него есть, а живопись слоями сохнет, она медленно делается, вот в этом принципиальная разница. С того момента я начал покупать графику, я тоже понимаю, что это другой совершенно вид искусства, и пусть она там в папках у меня пылится, ну вот раз там в 20 лет я выставил ее, я очень доволен. Второе, мы говорили с ним про цвет, я вам скажу, что Гороховский не великий колорист, да, вот мы сейчас вспомнили только, что Олега Васильева, вот великий живописец, именно колорист, ну там Вейсберг, там Краснопевцев, вот колорист, вот живописцы Рогинские, очевидно, Гороховский нет, и вот у меня есть картина такая, красные-белые, из черного вырвано пятно, поставлено на белый фон, и оно стало красным, я спрашиваю, почему так мало цвета, картина монохромная, и очень много у Гороховского монохромных вещей, или близких к монохромным, вот эти две цветные, ну исключение, хотя мы видим много фона, да, он монохромный, вот слова Гороховского, что цвет очень сильные вещи, надо с ним осторожно, на самом деле, что он мне хотел сказать, что я не великий живописец-колорист, поэтому я очень аккуратно использую цвет, если вы посмотрите вокруг, сколько вокруг живописцев, не акклористов, не великих, допустим, вот Кошляков, замечательный художник, но он тоже очень осторожно использует цвет, потому что цвет ему может навредить, Гороховского цвет может навредить, оно вот крайне дозировано дает. еще про денежки спрашиваю проекционера. Ну это самое простое, сейчас ты меня выведешь, что просто... Ты 20 плюс лет в деле, за это время ты видел, как на одни и те же вещи цена росла, падала, снижалась, опять росла. Вот сегодня, из сегодняшнего дня, цена для тебя, при том, что ты видел, как все это менялось, как все это относительно по отношению к искусству, сегодня покупая в коллекцию вещи или как-то оценивая ее, цена для тебя, насколько значимый аргумент при понимании, что вот если это хорошая вещь, она когда-то будет стоить совершенно других денег. Потому что я это наблюдал, ты рассказывал, что Булатов стоил 20 тысяч долларов, и ты купил там одну и сожалел, что не взял больше. Сейчас он стоит 2 миллиона, миллион-два. То есть вот, и ты это видел внутри своей истории, то есть вот ты как бы сам прошел это. Как сегодня ты подходишь? Вот насколько цена аргумент для тебя? Сейчас я перешел на следующий уровень, там 80-й коллекционера, да? Ну то есть ты там на 50-м уровне, да? На 70-й уровень или там 80-й, это когда коллекционер торгует своим искусством. Ты тоже торгуешь. Подторговываешь? Ну я профессионально торгую. Ну ты уже тоже стал профессионалом. Окей. Ты на 79-м, я на 80-м уровне. У тебя нет музея, у меня есть, да? Вот это один уровень. Кукушка хвалит кетуха. В общем, высшая и кримина самая последняя стадия коллекционера, когда он торгует искусством. Поэтому сейчас для меня цена очень важна, чтобы я мог продать дороже. Или просто продать. ликвидность важна очень. Это простой бизнес-подход. И это мне очень помогает в коллекционерах. Я не беру то, что не ликвидных вещей. Таким образом, мне весь рынок берет и фильтрует вот мой базар, да? Я могу, я знаю, что вот это вот ценно, а это не ценно. И скажем, Гороховский, вот ты сказал, что мы по 20 купили, ну окей, но 20-й это большая цена сейчас. Он, ну, 20-й раз стоит сейчас, да? Если продавать, но только трудно продать, да? Согласен. То есть тут плохая эластичность от цены. То есть он стоит 25, может быть и 30, но 20, 25. Но трудно продать. Очень, не знаю, очень большая цена. И по 20, соответственно, я считаю, что он 20 стоит. А да, на свою покажу. То есть, естественно, я ее за 20 не куплю, а куплю за 10. Я так и думал, искренне думал, что я так и сделал. Да ты меня расстроил. Потому что вложение в коллекцию это вложение с бесконечным сроком. Здесь нельзя обернуться моментально, да? Я понимаю, что там 10-15 лет я ее могу продать, да? То есть должно быть существенный процент. Не 20, не 10 процентов, а там в 3 раза я должен дороже продать. Повторюсь, ты 20 плюс лет в деле. Как ты определяешь современное искусство? Хорошее? Какие критерии? Тут я делаю исключение. В принципе, на хорошее есть некий рынок, есть некий ажиотаж всегда. Все хотят новенькое. Есть что-то, что поражает воображение и что можно привязать к каким-то другим ценам других художников, возможно, да? И вот если удивляет, то, ну, да, я отступаю от своего принципа, что я должен перепродать, да? Я готов заплатить дороже и просто заплатить, не надеясь на... Ну, просто как коллекционер сработать. А если ты вкупаешь как коллекционер для себя, то цена пофига. Ну, все равно. Окей. Но если не про деньги, про критерии. Вот как ты определяешь хорошее современное искусство? Ну, сопоставление с другими. Художники такого из этого ряда или с международными сопоставления. Ну, какие-то всегда есть точки опора, да? Что это? Графика, живопись, размер, да? Художник только появился, какая у меня перспектива. Ну, куча критериев, которые мне описать. Они даже у меня в голове по-разному складываются. Сегодня я это определю как тысячу, да? А завтра три готовы отдать. Или наоборот, да? Вопрос вроде такой понятный, но все-таки почему все так локально с нашим рынком? Сейчас мы обычно цивилизация, это очевидно. Почему мы не стали, когда мы были частью мировой цивилизации? Наверное, у нас все-таки провинциальный комплекс есть у нас у всех. Коллекционеров, всех, все наши, и художники в том числе. Может быть, художники даже в меньшей степени виноваты, да? Ну, все мы провинциалы, а сейчас мы сваливаемся совсем уже там в провинцию, понятно, да? Ну, вот, не сложилось. Когда сложится, непонятно, но, может быть, когда-то будет новый суббис, да, 88-го года или какого-то, и новый взлет интереса, мод уже она переменчива, да? И здесь в ядерном тумане тоже, как бы, непонятно, что родится, и всему миру это интересно, а что родится там в изоляции, там, под прессом обстоятельств, да? Интересно же, что в Северной Корее, какое искусство делают, да? Нам его никто не показывает, я переговаривал с посольством Северной Кореи, там был КГБшник, у них такой мерзкий, совершенно серая личность и какой-то там атошеп культура, которая, ну, более-менее, там, мог говорить на нормальном уровне. Я говорю, да, давайте я к вам приеду, они хотели сделать выставку Северокорейского искусства в музей, в Р-4, я говорю, давайте я приеду, выберу, да? Ну, вот, ну, вот это невозможно, казалось, они никогда не покажут того, что у них там что-то стоящее, может быть, где-то там, вообще там, в сараю где-то рождаются, там какой-нибудь кабаков сидит их, ну, вот.